Ирине Рожковой было 28 лет, когда случилась авария на Чернобыльской АЭС. Она работала в лаборатории Одинцовской ведомственной медсанчасти номер 123. Большинство сотрудников было командировано в помощь 126-й медсанчасти в Припяти. Ирина Николаевна попала туда в январе 1987 года, когда медсанчасть базировалась в вахтовом поселке Зеленый мыс в 30-километровой зоне. И провела там 30 дней. Мы ехали через Киев. В Киеве особо ничего не было. За Киевом уже, когда движение было к вахтовому поселку, по дороге были ограничители, большие плакаты. Не заходить, в лес не заходить, с дороги не сходить. Вот такие вот предупредительные вещи. Мы приехали в вахтовый поселок. Он был отстроен специально для командировочных. Но, наверное, ничего не ужаснуло. Было непривычно, что при входе в вахтовый поселок стояли люди с дозаторами, проверяли на звеним или не звеним, что называется. Спецодежда, прежде всего. Спецодежда. При выезде оттуда обязательная санобработка. Это два или три поста, где отмывали машины. Машины и меняли спецодежды. Нет, мы выезжали на станцию. Выезжали непосредственно. Ну, там несколько выездов было, действительно. Приезжали совсем. Не все базировались в вахтовом поселке. Просто сотрудники жили там в других местах. И у них забирали тоже на месте уже кровь убрали. С людьми, да, брали анализ крови из пальчика, из вены. И исследовали. Практически каждый день уезжали на вахту, на работу. И возвращались одни и те же люди, ну, в течение 15 дней. Но раз в три дня брали у них анализы. Поразило прежде всего то, что люди, работающие на ликвидации аварии непосредственно на станции, кожа людей была землейского цвета. Это в основном местные были, которые работали на станции раньше, и они работали по мере возможности. Мы брали у них кровь. И по анализу крови, в частности в эритроцитах, уменьшение или увеличение количества говорила о том, что, ну, о дозе, как бы косвенно, о дозе полученной радиации. Соответственно, кого-то допускали, кого-то не допускали. В принципе, работа есть работа. Работу сделаешь, а вахтовый поселок там работа, в медсанчасть работа, и как бы общежитие, где отдыхать после работы. Практически мы не знаем, что такое радиация. Чего бояться, если ты этого не знаешь? Редактор субтитров А.Семкин